Эхо Москвы. Радио для тех, кому за шесть. Вы старше шести лет и вы слушаете Эхо Москвы. Радио Кировград. Для слушателей старше шестнадцати лет. Генеральный партнёр зимнего сезона – салон яблочной техники «Фрэш-стор». Рекламно-информационная программа. Группный план. Слушай, клёво. Кидать в чайник. Но когда ты говоришь «мусорная столица», не надо же так. Это самоедство. Мне хочется понагнетать. Я бы сейчас специально шёл, заходил во дворы. Как там у людей посмотреть? Во дворах ситуация. Мне показалось примерно 70 на 30. 70 – это вот куча огромная с пакетами разномастными. Товарищ Чурин вчера, по-моему, или позавчера, ясно высказался. Нету никаких куч. Вы всё врёте. Врёте вы всё. Ваши свидетели – крысы. Крысы бегают по Октябрьскому проспекту. Свидетели – крысы. Да. Ну, ты опять начинаешь нагнетать. Нет, у меня вполне было ощущение вчера, ну, заранее, вернее, перед этим пресс-конференцией, что власти пойдут вниз, а знанку. Именно так это называется. Будут отрицать. Мне тут вспомнился сразу бывший руководитель города Кирова. Он тоже ведь там отрицает. Нет у меня никаких иностранных гражданств. Нет у меня какой-то зарубежной недвижимости. Ну, и вчера было тоже полное отрицание, что всё у нас в порядке с вылазом мусора. Володь, ты видел когда-нибудь другой рисунок поведения у бюрократов? Я не видел. Когда-то, может быть. Когда? Когда можно было им импровизировать. Когда гайки не настолько были закручены, и не всё так было централизовано, и никогда не была выстроена эта вертикаль. Вот тогда какие-то импровизации ещё возможны. Какое-то стремление быть на одной волне с народом было. Но это было очень давно. Контрреволюционные вещи, говорите, Филипп Филиппович. Контрреволюционные вещи. Конечно. Ладно, Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вяти». Приветствую. Владимир Сметанин. Здравствуйте, добрый день. Начался Новый год, и мы продолжаем наши... К счастью, продолжаем наши встречи традиционные по вторникам. Именно в это время все наши разговоры о бытии, да, они выложены на нашем сайте Кирова.ру и на нашем канале в Ютьюбе. Заходите, пересматривайте, переслушивайте, ну и мы будем продолжать эту работу. Все наши программы именно там и появляются. Итак, Новый год. Какая фраза сейчас пафосная. Чего компания «Вятич» ждёт от 2021 года? Ты хочешь, чтобы я тебя спросил. Да, да. Я тебе написал, и ты действительно меня спросил. Это то, что я тебе написал. Ну, слушай, какое изумление. Слушай, ну, да. Вот прямая, прямая... Хорошо, когда прямая инструкция правильно выполняется. Когда сейчас такое время, что загадывать что-то, прогнозировать, ну, очень сложно. И вообще это, мягко говоря, неблагодарное дело. Дело в том, что вся жизнь — это искусство делать достоверные выводы из недостоверных данных. То есть из неполных, точнее. Вот и всё. То есть прогнозировать, на самом деле... Иногда на высшем действует, да? Нет, прогнозировать в спокойные, тихие времена легче, да. В сложные, ну, как бы сложные. Вот и всё. Но прогнозировать всё равно надо. Потому что без прогноза, без передвинения ситуации рулить вообще не надо. Ну, я согласен с тобой. Ну, вот и всё. А «Вятич» ситуация, с моей точки зрения, она крайне проста. Во-первых, за прошлый год мы подросли по объёму. Давай сейчас вот каких-то положительных примеров, фактов, цифр. Да, действительно, чтобы как-то взбодриться, порадоваться. Положительные примеры факта. Мы ненамного выросли. Мы выросли порядка 6% всего-навсего. Ну, слушай, это приличная цифра. Ну, учитывая, что предшествующих три года завод сокращал производство там на 10-15%, то есть несколько лет подряд мы падали. Сейчас мы немножечко поднялись. Я думаю, что это вот как раз начало того роста, который нас ждёт. А 6% — это именно что? Объёмы, да? Объёмы. Объёмы производства. Сколько всего продукции было произведено? Да, это без класса, я считаю. Да, естественно. Вот. И самое главное в чём? Во-первых, мы начали выпускать новые сорта. Мы действительно сделали ставку на то, что мы будем делать то, что интересно кировчанам. То есть мы будем выяснять, что будут люди пить, что они будут пробовать, что бы им хотелось. И вот исходя из этого, мы будем дальше эту линию развивать. Клиенто-ориентированность. Совершенно правильно. Как часто мы слышим. Ну, это практически матерное русло. Ну, оно, да, такая штампованная фраза. Нет, у нас беда с языком в том, что он засорён англицизмами всех сортов в огромном количестве. И простые, в общем-то, ясные вещи иногда выразить трудно без матерных этих английских выражений. Но хорошо клиенто-ориентированность. То есть первое, это вот пример зелёное безалкогольное, летнее безалкогольное, красное безалкогольное. Я предполагаю, что в эту линейку в следующем, в этом, точнее, году войдут ещё один, может быть, два сорта. Мне противоречит генеральный директор завода. Он призывает остановиться. Илья Николаевич Коврагин. Но я надеюсь всё-таки мытьём и катанем убедить его, что парочка новых вещей, она заинтересна. Давай сейчас оставшиеся полчаса посвятим уговаривать Илья Николаевича. Илья Николаевич, народ просит, народ требует. Ну, учитывая, что мы поймём это только после опросов, опять же. Действительно ли это надо или не надо. Один из важнейших пунктов. Поэтому сейчас первый момент, всё-таки мы согласимся на какое-то предварительное тестирование. Ну, всё. То есть это вот то, что касается новинок, которые на поверхности лежат, на самом деле, они понятны. Короткий срок годности. Это привлекло всех, потому что... Но эта тенденция будет продолжена. Эта тенденция будет продолжена. Почему? Потому что лозунг для вячища — это свежее и местное. Вот ключевое понятие, которое должно осесть в головах хировчан, вообще в головах всех потребителей, — это свежее и местное. То есть свежее. Ты... Ну, я несколько раз пересказывал, когда я был свидетелем, когда ребята приезжие заходят в кировский магазин и начинают искать местное. Это абсолютно понятно, потому что... Вот тот пример, который я тебе тоже приводил, когда для ресторана «Альпин» приглашали... Австрийского шеф-повара. Да, совершенно правильно. И этого австрийца, когда его... По-моему, в гостинице «Россия» он поселился, если я не ошибаюсь. Когда ему предлагали пиво безлакогольное, разумеется, ему предлагали импортное, он хлопал глазами с изумлением и говорил, «Ребят, а зачем мне оно? Я хочу попробовать то, что ваше здесь». Потому что у австрийцев, у чехов, баварцев, ну, вообще вот как бы у всех европейцев, которые это делают и понимают о том толк, вариант того, что ты будешь в своей области потреблять пиво безалкогольное, разумеется, которое произведено в другой, ну, он непонятен. Потому что оно должно быть свежим, произведено буквально сейчас. Оно не должно где-то там консервироваться, ехать, там еще что-то. Это как молоко. Вот классические примеры, много... Ну, молоко с пивом, безалкогольным, разумеется, сравнивать, конечно, нельзя. Там масса совершенно различий. Это два разных продукта. Но у них есть одна схожая черта, схожая особенность. Молоко... Ты видел когда-нибудь на привавке в Кирове, скажем, финское молоко или немецкое? Вот так вот целенаправленно я его не искал, поэтому не видел. Я боюсь, и даже если бы была целенаправленная поиск, мы бы пришли к тому же результату. Нет, по части молока я только кировских производителей. Естественно, естественно. Это понятно, это понятно. Мое нутро, оно к нему приспособлено уже на протяжении всей жизни. Да, так в первую очередь у тебя знаменитое русское слово «да-нет». Да-нет. То есть у тебя просто-напросто ты понимаешь, что оно произведено здесь. Вот завод, вот эти коровы, которые там стоят, доятся. Все замечательно, все понятно, по крайней мере. А что тебе привезли из Германии, Чехии, там, израиля, откуда, ну, как-то это... Ну, у меня изначально какой-то уже к этому настороженность какая-то, к этой продукции. Ну, правильно, потому что это минимум консерванта. Это минимум. То есть в плане молока ты это понимаешь прекрасно, тебе ничего не надо объяснять. А когда мы сталкиваемся с выбором в области безалкогольного пива, у нашего человека возникают когнитивные проблемы. Ситуация наоборот, да? Совершенно правильно. То есть он не понимает, что этого делать нельзя. Он не понимает, что этого делать нельзя. И вот у нас есть вот такие расхождения интересные. Я считаю, все-таки я считаю, что людям надо давать выбирать. Людям надо давать понимание. Конечно, и очень про культуру потребления мы поговорим. Пожалуй, еще это тоже один из ключевых моментов. Но надо давать возможность выбирать качественные. То есть вот у меня был хрестоматийный пример. Я не помню, я тебе рассказывал, когда я наконец понял разницу между продукцией вятича и привозным. Я не помню даже, как этот сорт. Совершенно случайно я ехал из Москвы в Киров. Была остановка во Владимире. У меня оставался безалкогольный вятич. И такой же безалкогольный я купил. Какое-то привозное там иностранное. Ну, я его потреблял. Я был абсолютно не искушен. На чем еще в поезде заниматься? Совершенно правильно. Я его открыл, начинаю употреблять. Опа, обнаруживаю, что у меня есть остатки безалкогольного вятича. Думаю, надо допить. Я допиваю. И просто у меня момент истины. То есть я понимаю, что вот это... Причем я взял тот сорт вятича, который я никогда не покупаю. Ну, просто ничего другого не было. Вот этот сорт вятича, который я не покупаю. И не покупал, и не покупаю. Это настоящее. А вот то, что я купил в Варьке на станции во Владимире, это, извиняюсь, вот газировка. Просто газировка. Все, все. У меня вдруг... Я начал понимать, что вот действительно, на самом деле... И это классика. То есть вот на самом деле мы сформулируем, конечно, эмиссию компании и понимание. Ну, вообще как бы расширенно это сделаем. И будем говорить об этом до бесконечности. То есть почему? Потому что если мы не видим, что мы несем, вот что компания несет на самом деле в окружающий мир, к чему она призывает, да? То есть философия, если не попросить этого слова. Ты понимаешь... В том числе. Ну, анекдот в том, что ты благодаря этой философии начинаешь выстраивать производственные процессы. То есть ты не можешь делать вот это, вот это и вот это, а должен делать вот это, вот это и вот это, потому что ты считаешь вот так. То есть, да, вот такая система поведения. И с миссией мы почти определились, скажем так. То есть мы уже начали понимать, вот как должна быть устроена вообще вещь. То есть понятно, что из того завода, который у нас был там, допустим, в 98-м, одним рывком стать вообще как бы компанией, которая действительно компанией мирового уровня на самом деле. Ну, это не такая простая задача, да? Тем более из кирилевских компаний, я не помню вообще производства, которые бы выходили даже на федеральную уровень нормально. И Атич вышел. Выйти-то на уровень, он вышел, но нам нужно движение дальше. И вот от 21-го года мы ждем, во-первых, новинок сортовых, это понятно. Плюс мы сделаем упор, естественно, на том, что это очень удачная идея, не моя, а как уважаемый генеральный директор, это молодец, просто великолепно совершенно. Это сорта, которые выпускались основателем Карловым от Тошны. В нем было два сорта, причем они пользуются большой популярностью, очень большой. Это мартовская, ну безалкогольная, разумеется. И я запамятовал название, оно на Октябрьферст, собственно, делалось, октябрьское. И механика очень интересная. То есть ты варил в октябре, октябрь-ноябрь, ставил, и оно у тебя дображивалось до марта. Ничего себе. Да, да. Полгода? Да. А потом ты варил в марте. И снова полгода, собственно, до того момента, когда можно раздевать. Очень интересный момент, мы предполагаем, обсуждали это, мы предполагаем вернуть эти два сорта, ну, минимум с аутентичной этикеткой, то есть той, которая бывала у Шнайдера. То есть насколько это получится. Ну, укупорку и бутылку мы не воспроизведем, потому что нет этих бутылок. Слушай, ну, я понимаю дань истории, дань традициям, основателю, тем самым, внимание, почет, уважение, но в существующих-то реалиях, чем оно может зацепить? Качество. Качество? Только качество. Так, если смотреть на современного потребителя, который избалован, избалован всевозможные представленные продукции. Да, и одна из бед в том, что человек избалован суррогатами. То есть мы все время подсовывают какие-то эрзации, подсовывают вещи, которые на самом деле сделаны, как это, из этого самого и веток, да? И он это ест, пьет, одевает, слушает, потребляет во всех формах, да? И вот мне кажется, это может быть, это не знаю, освобождение это или нет, но мне кажется, что человеку надо предоставлять выбор очень простой. Между тем, что сделано хорошо, и тем, что сделано для того, чтобы получить деньги. Вот когда ты ставишь телегу впереди лошади, то есть ты пытаешься просто заработать деньги, неважно как, ты сделал массовый продукт, да, огромное количество, очень низкого качества. Да, ты заработаешь на нем. Самый простой способ заработать деньги, это снизить цену. Ну, это все знают, правильно? То есть вот мы сейчас возьмем, снизим цену на что угодно, получим пемпинг. Да. Но это не решение вопроса вообще. Просто не решение. Единственный нормальный вариант, когда мы думаем о качестве. Понятно, что мы зарабатываем, без этого никакая компания коммерческая не может существовать, это невозможно, да? Но, но, если мы ставим качество изделия, принципы, на которых мы стоим, да, выше, чем получение прибыли, это становится интересным. И тогда, вот в этом весь парадокс, вот тогда прибыль к нам придет. То есть, и придет не в короткую, то есть, не кратковременная игра. Мы, я вот, на самом деле, примерно планирую где-то до 24-25 года. То есть, вообще развитие. Да. То есть, да, пятилетка, можно еще сказать, практически пятилетка. Ну, практически, да. Инновации, инновации-возвращение к истокам, к основам, да, как-то их переработка, переосмысление их в современных условиях. Существует, вообще говоря, вот, возвращаясь к планированию, существует три направления, в которых должен, ну, с моей точки зрения, должен развиваться завод. Первое – это сорта. Это и традиционные те, которые мы вытаскиваем, Шнедер. Это и новые, которые мы разрабатываем вместе с публикой, то есть, вместе с аудиторией, с потребителями. То есть, то, что людям будет интересно. И как, пока 100, чем жили люди, там, 150 лет назад, да, когда Шнедер это делал. Ну, не 150. Поменьше. Поменьше. Потому что это ему исполнилось и так давно. Вот. В прошлом году. Да, в прошлом году. Да, совершенно правильно. Вот. И новые сорта раз. Второй момент, очень важный, это массовость. Угу. Вот. Расшифруй. Так. Просто у меня сейчас возникли какое-то такое метание. Что основное в массовости? Что за основа будет за это? Участие большого количества людей в жизни компании. Ага. Как можно большого. То есть, это в том числе вот эти вот соцопросы, да, по поводу новых сортов? Нет. Нет, смотри. Это да. Это один из механизмов, во-первых, того, чтобы эти сорта создавать. Потому что понятно, что человек, который участвовал в опросе, и получил то, что он, собственно, запрашивал, он уже становится как-то аффилированным. Ну, да. Да. На ступеньку, на несколько ступенек выше, как бы, да, такие взаимоотношения у производителя. Но когда человек... Вот идеальный вариант, на самом деле, это акции. Вот как это не сказать? Конечно. Это акционирование компании. И если бы мы были в другой стране, без вертикали власти, с независимым судом, и со многими другими маленькими приятными вещами, да, ну, в виде демократии, там, развития, экономики, экспорта, отсутствия санкций, ну, да, 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 да. Можно, представляешь, вот... Опять стихи Некрасова приходит. Да, завод, ты же имеешь в виду, жаль только жить в этот порт. Да, 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 да. Согласен с тобой. Это тоже, как это Герберт Уэллс называл Ленина, кремлевский мечтатель. Да, вернемся. Да, вернемся. Но если бы мы жили в такой стране, ну, не бывало, да, такого, то тогда это было бы акционирование. Это интересно, потому что если бы все жители Кировской области финансово вовлеклись в историю компании, это было бы большим плюсом. Очень большим. Да, любопытный сценарий, да. Да. Ну, мы его осуществлять не будем. По крайней мере, в ближайший, там, год-два-три точно совершенно, я в этом уверен. А вариант массовости, это когда у тебя есть постоянный доступ к продукции, постоянный доступ к информации о заводе, и самое главное, ты получаешь с этого, как говорится, какой-то гешефт. То есть ты не просто, ну, вот когда ты листаешь информационный сайт, да, огромная лавина усилий, я на таком сайте работал не один год, да, я прекрасно понимаю, что огромное количество усилий журналистов, там, операторов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, тратится на то, чтобы создавать новости. Причем их результативность, это большая проблема, собственно, она единственная проблема, да, для того, чтобы новостейный повод был хорошим. Делать контент вообще. Да. А тот точно такой же сайт, допустим, с завода, ну, как ты привлечешь человека на сайт с завода по-настоящему? Ну, какие-то вещи, да, интересные, ты будешь их смотреть. Но только, скорее всего, если ты покупатель, причем оптовый, а не розничный, или же ты такой же производитель. Ну, все, все, то есть сегмент очень узкий. Рука сейчас у меня автоматически к телефону подтянулась, видимо, мы и скажем, да, чуть позже. А вот массово, массово, да, ну, ты абсолютно прав, телефон, ну, да. Массовый вариант, это когда у тебя есть в телефоне, это мое убеждение еще там с запрошенного года, да, когда у тебя есть вятич в телефоне, и у тебя есть возможность, во-первых, благодаря этому приложению получить льготы при покупке продукции, ну, там будем рассматривать несколько вариантов. Это очень трудно монетизировать, то есть, точнее, провести через магазины, этот вопрос обсуждался ни раз, ни два, очень трудно через магазины, именно из-за того, что в магазинах создать систему, которая бы считывала продукцию, это огромные усилия, плюс завести это в пятерочку, допустим, в магнит, да, ну, про красное и белое, которое мы не... Мы любим все и душой. С сожалению, с горечью мы вспоминаем эту историю. Да, я даже говорю... Да, я прости перерыв, все-таки контролирующие органы требуют, приложение это информационный продукт, у нас возрастное ограничение принято называть, так давай хотя бы на скидку. Я думаю, 16. 16 плюс. 16 плюс, конечно. Учитывая, что это будет продукция вятича. Мы предполагаем, что мы сможем обеспечить вот этот кэш уже с баров вятича. Которые, может быть, мы откроем больше, больше, больше и больше. И через них будем как бы все это оформлять. Но это отдельная песня. Детали мы пока... Это чисто в разработке находится. То есть детали мы обсудим, вынесем на суд общество, что называется. Но это, скорее всего, вещь, которая будет работать. Я предполагаю, что ее спокойно совершенно скачают там 50-60 тысяч человек для Кирова. Это нормально абсолютно. И самое главное, мы получим постоянно действующее, нормальное, полноценное СМИ. Куда мы сможем выкладывать все, что мы хотим. Новости, интерактивы, всевозможные акции. Все, что мы хотим рассказать вообще. История и так далее. Да. То есть... И вот этот вопрос, я думаю, тоже это будет прорабатываться. Но в этом году, я надеюсь, что мы успеем это сделать. Своё радио, своё телевидение можно там и так далее. Ну, ты же понимаешь, ресурсы, которые потребны для того, чтобы делать своё радио, своё телевидение, они серьёзные весьма. Ну, да. В первую очередь, на самом деле, даже не финансовые, а организационные. Это серьёзная работа, потому что найти хорошего менеджера, это большая проблема, на самом деле. Скоро мы на рекламу уйдём. У меня просто мысль вот эта засела в голове. Сейчас ты говоришь, да, всё верно, всё правильно, стоит двигаться, но взаимоотношения между покупателем и производителем, да, в данном случае компании «Вятич», можно уложить вот в совершенно банальную схему. Пошёл, купил. Пошёл, достал. То есть я веду это к тому, что представленность продукции, она должна быть широчайшей. То есть, да, слово «дистрибуция», которое ты используешь, да, вот мы опять к этой больной теме возникаем, да, чтобы ты... Если ты решил пешком сходить, ты вышел из своего подъезда, и ты вот идёшь, вот 10 метров у тебя точка, да, торговая, и ты там можешь это получить безалкогольным. Вот я сейчас как человек уже находящийся... Чтобы тебе не приходилось искать эту продукцию. Подожди, до скольки там лет у нас ВОЗ продлил срок молодости до 49-ти? Подожди, 35 у меня почему-то сидит в голове. Нет, это наша российская квалификация. А, а ВОЗ... Насчёт международной что-то не припомню. По-моему, юность до 49-ти. Юность? Да-да-да. То есть вот, ты вообще ещё юн, ты просто юноша бледный с обзором горячим. А я уже, понимаешь, вот у меня юность закончилась. Зрелость. Да, и вот я как человек, да, совершенно правильно, я вот как человек уже зрелый, могу поностальгировать, вспомнить момент, когда я работал на прекрасном заводе Принта, у Володи Митилёва в своё время. И именно тогда, на примере майонезной компании, когда Володя выводил свой майонез, я раз и навсегда понял простую вещь. Можно как угодно рекламировать продукт, вот просто всё делать, продумать. Но если его нет на полке, это и проблема дистрибьюции, я думаю, после рекламы мы к ней вернёмся. Ну хорошо, мы можем сейчас на рекламу уйти, да, спрашиваю я звукорежиссера, потому что, мне кажется, мы немножко пораньше собираемся это сделать. Ну хорошо, нам разрешают уйти на рекламу, мы продолжим. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Ветичев в нашей студии. Крупный план. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Ветичев, соловья, басними, не накормишь, да, и реклама, и как бы ты красиво не рассказывал, вот я возвращаюсь тому, на чём ты закончил, как бы ты красиво не рассказывал, и не расписывал продукцию, если покупателя не может реально достать и купить, то все эти... Ты опять хочешь, чтобы мы наехали на областное правительство? Ну нет, ты говори прямо, нам что таится-то? Вот честно говоря, вот... Хочешь, да? Да. Я на всех хочу наехать. Нет, на всех не надо, это контрпродуктивно. На всех разом. Давай ещё раз вернёмся к вопросу дистрибьюции Ветичев. Она не поддержана местными властями, это первое. То есть мы не видим, в отличие от многих-многих-многих регионов, не видим поддержки со стороны власти. Мы видим только как бы милостивое принятие миллиарда акцизов и налогов и взамен этого только какие-то проблемы, да? Всё, всё. Это всё, что есть на самом деле у нас в сухом остатке. Остальное это лишь слова, лишь обещания, лишь какие-то туманные рассуждения. Alles gibts. Правильно, да? Вот. Закончили с этим. Если бы, опять же, предположим, что мы находимся в какой-то богословенной местности, да? То есть не в мусорной, значит, столице России, да? А в какой-то другой. То никаких проблем с тем, чтобы Ветич был широко, легко, свободно представлен во всех торговых федеральных сетях, которые существуют здесь, нет. Всё, что для этого нужно, это минимальная, двухкопеечная политическая воля. То есть надо понимать, что вот есть разговор про то, что, ой, мы же живём там в демократической стране, поэтому там эти торговые сети, да что вы там, ой, как мы будем нарушать законы. Свободная конкуренция, все в равных условиях, все должны в правовом поле работать и так далее. Всё вот это ля-ля-ля и жу-жу-жу, это, конечно, на публику. То есть на самом деле всё решается чрезвычайно просто, как решалось оно в Татарии, там в Пензе, в том же Ижевске и так далее. То есть вызывались, собственно, представители торговых сетей, и им объяснялось, что на ваших полках должен стоять вот этот продукт, потому что от него акциз получает местное правительство. И это наши деньги. И мы заинтересованы, чтобы они оставались в регионе. Потому что налоги все вы, ребята, платите не у нас. А по месту своей юридической регистрации. Совершенно правильно. То есть налогов эти торговые сети здесь не платят. Вот будьте добры, ставьте-ка местных производителей нормально, хорошо. Для того, чтобы мы, как бы, с вашего существования имели, кроме минусов, ещё и плюсы. Кроме того, что деньги наших людей уходят фактически в вашу юрисдикцию, то есть в Москву чаще всего. То есть какая-то часть денежек всё-таки, ребяточки, будьте добры, верните нам. То есть такой обычный нормальный разговор, понятный абсолютно коммерчески. Но это единственный путь. Да, это здоровый. Единственный путь в наполнении местной казны. Чем больше местных товаров представлено, тем больше. Это здоровый, нормальный. И самое главное, если бы желание, то этот вопрос решился бы, я думаю, в течение месяца-двух максимум. То есть для этого просто достаточно, как бы, встать с кресла, набрать телефоны, организовать встречу, убедить людей, поинтересоваться, насколько они довольны условиями своей работы в этом регионе. Потому что у всех у них есть лицензии, у всех у них есть крайне интересные нарушения, потому что ты выйди, пройдись по этим торговым точкам. Здесь у тебя противопожарные, здесь у тебя подвоз товара, здесь вот это, здесь вот это. Здесь гнилая замороженная продукция и так далее. Поводы для обращения контролирующих органов есть, да, согласен. Мгновенно совершенно. То есть всё это делается, во-первых, на законных основаниях, запускается. И всё это приводит к результату. Так поступали, я говорю, татары, так поступали и в Ижевске. Это я всё знаю точно, причём со слов людей, которые это делали. Вот так вот. И никаких проблем я не вижу. Просто не вижу. Да, мне владелец, я как-то рассказывал, что со студенником созванивался, ну, красное-белое. Да, студенников мне говорил, что татары, это вот, нельзя так с нами жестоко, и там вот это всё, там, ну, я его прекрасно понимаю. А что, у них магазины после этого закрылись или что? Нет, я просто прекрасно понимаю, что студенников привык стричь бабло, грубо говоря. А, привык ни с кем не договариваться? Да, совершенно правильно. Он привык не испытывать на себе давление кого бы то ни было. Да, совершенно верно. Нет, то есть он привык испытывать давление на самом верху? Это да. Это да. Ну, понятно. Это понятно. А все, кто ниже, это уже... А вот регионалы, это уже как это? Извините. Ну, у нас, нет, у нас, по сути, ну, вот это, возвращаясь к этому фантастическому мусорным заявлению, вот в этом году будут выборы, да? Кстати. Да. И мне чертовски... Как неожиданно. Да, и мне чертовски интересно, а как вот эти люди, которые нам рассказывают эти мусорные сказки, к примеру, да, как же они будут там это вот с тем же лицом продвигать всё? Не, ну, они-то сидят на своих постах, и их-то выбирать мы вроде не будем, но они, безусловно, завязаны на многих других людей, многие другие с ними связаны, которые будут выставлять свои кандидатуры. Ну, вот есть предположение, что в этом году представители самой известной партии, они не будут светить свою принадлежность, и они вроде как вот поймут, как сами по себе такие. Ну, если никто внимательно не просветит людей, на самом деле, давно пора это сделать, просветить людей на тему того, кто есть кто, с чем кого едят, что у кого за прошлое, кто с кем дружит, кто с кем... Да что-то всё просто, просто надо объяснить, во-первых, бюджетникам, которые гонят на выборы, что, ребят, ну, тебя же никто не проконтролирует, как ты проголосовал, это нереально. Слушай, ты сейчас выдал прям целую концепцию, как профессиональный политолог, как поступать противникам тех, кто... Нет, я просто знаю, как делать, вот и всё. У меня, знаешь, во сне, во сне соберу и разберу. Ладно, давай о хорошем. Ну, давай, про вятич и хорош. Прошнайды рассказали, памятник, конкретный вопрос. Что с памятником? Будет памятник, верю в это, очень хочу, чтобы успели до 28 марта. Не знаю, успеем ли, потому что вопрос, ещё не готовы, сначала хотели сделать 3D-модель. Ну, напечатывается. Ну, цифровую. Нет. А, 3D-модель, уменьшенный памятник. Да, какой уменьшенный, в натуральную величину они просто напечатают. А, то есть не вот не отлиты ещё там из конечного сериала. Не напечатают, если всё хорошо и замечательно, потом это отправляется, забыл название этого завода в Подмосковье, где-то лететь. Который специализируется на этих извоениях. Они отливают уже в бронзу. Вот это да, это интересно. Я очень надеюсь, что к 28-му успеем. То есть и сорт выпустим, который, собственно, Шнейдер делал, да, мартовский. И памятничек поставим. Ну, с фестивалем вообще из-за пандемии у нас массовые скопления, это как бы немножечко не в тему. Фестиваль День пивовара, который, да, традиционно? Нет, нет, я всё-таки надеюсь, что мы осилим, сдюжим эту тему и сможем провести нормальный музыкальный фестиваль. То есть пригласить кого-то из приличных групп, собрать, человек 10-15 тысяч собрать и действительно вот под эгидой вечера как бы начать делать это. Ну, имени Шнейдера сделать ежегодный нормальный фестиваль. Не просто шествие пивоваров, это само по собой, как бы, ну, шествие это хорошо, конечно. Это святое. Да, это святое, но это уже традиция, да. А именно музыкальный фестиваль, не знаю, как мы потянем, и в первую очередь это пандемия. Второй вопрос, деньги, как у нас вообще будет ситуация с деньгами, когда пандемия закончится, то есть будет ли у нас свободное средство для того, чтобы вложить их в это. Потому что вкладывать мы собираемся ещё много в чего. То есть как бы. Ну, меня, откровенно говоря, радует в первую очередь то, что завод движется. То есть мы развиваемся, мы не стоим на месте, у нас есть изменения, подвижки, у нас есть понимание вот этих шагов, этих шагов, этих шагов, этих шагов. Это радует. Вот, честно говоря, радует. То есть. С красным 31 как дела? Слушай, неплохо. Могу не спросить. Неплохо. Запустили в декабре, вот, а, слушай, буквально ведь месяц. Да. Да, буквально ведь месяц вот прошёл с момента запуска. Ну, ты знаешь, нормально совершенно, оно, оно. Безалкогольное. Естественно, безалкогольное, оно продаётся неплохо. И что меня больше всего на самом деле порадовало, это вот этот московский биргер, ну, специалист как бы в этой области, пивное безалкогольное, разумеется. И Джон, который, кстати говоря, во-первых, один из сортов, который варится на вячи, по-моему, хоппи-лагер безалкогольное. И Джон, это фамилия, уточню. Да, да. Вот. И он называл рижское безалкогольное, разумеется, и этот ролик, кстати, есть на сайте завода, единственным рижским, который вообще варится в России, это первое. То есть, лучшая и единственная в России рижская варится на вячи. То есть, это математика, с этим уже ничего не сделать. Другое дело, что это далеко не самый массовый сорт. То есть, ну, он очень хороший, но он специфичен. Ну, как говорится, пробуйте. Ржаную, я напомню. Да, а совсем нет. Это рижская. А, рижская, простите. Да, рижская. Забежал вперед немножко. А вот красная, которая ржаная, меня очень удивил. Он же опять меня очень удивил, потому что ему прислали. Причем я продолжаю смеяться над... Ну, уже меньше, кстати, таких людей встречается. Раньше было... Вятич проплатил, да все понятно. Ой, заплатили-то, забашляли-то. Ой, конечно, проплачен. Ну, когда вы мне назовете способ и сумму, за которую можно купить мне и унижену, я буду вам очень признателен. То есть, мой телефон можно взять в редакции «Эхо Москвы», немедленно связаться. Если такая трибуна для распространения сведений о Вятиче доступна, вплатно будет, конечно. Но пока нам это за последние 10 лет не удалось. Не получается. Так вот, и Джон оценил вот красная безалкогольная 31, которая как очень интересная, вкусная и редкая для наших широт. Ну, это мы знали изначально. Редкая для наших широт ржаная. Потому что у нас с ржаным солодом очень мало делается. То есть, буквально на всю страну, буквально несколько производителей, и очень региональных. Вот мы стали в их число. В общем, кстати говоря, я даже по-настоящему ржаного в России и не вспомнил. Вот так, с худомаркой. То есть, это интересно, это здорово. То есть, это ново и фани сорта. Плюс мы возродили все-таки рецепт 1973 года. Там гоняются руки свыше, наверное. Да, конечно, на нашей радиостанции. Мы возродили все-таки рецепт 1973 года. Чувашова легендарный, который делала пиво Елена, безалкогольная, кстати, Елена Чувашова. Умерла она несколько назад, по-моему. И ее рецепт все мы поместили в музейки. То есть, как только экскурсии, надеюсь, они пойдут когда-нибудь. Это пандемия уже бесит, конечно. Вот, можно посмотреть как бы рецептик вживую. Вот, как его нашли и как он выглядит. И это вот плюс сразу... Вот, понимаешь, потихонечку, медленно, но верно формируется какая-то вот действительно общая модель. Ну, вот, когда ты говоришь «миссия», все-таки это какое-то громкое очень слово. Какая-то, значит, типа «Колумб открывает Америку» вот из этого опера, да? А здесь медленно, но верно формируется вариант, когда ты, с одной стороны, восстанавливаешь вроде бы рецепт 73-го года. То есть, такой традиционный вариант. А пивоварение, оно традиционно до безобразия. То есть, вот авантюра... Ну, чего уж можно? Нет, нет, нет. В этих четырех ингредиентах-то, ну... Нет, ты понимаешь, в том-то и дело, что у тебя от выдержки, от уровня температуры, от подготовки сырья, все, в общем-то, и зависит. Поэтому ты работаешь неспешно, очень вдумчиво, спокойно. Каждую деталь, которую ты проверяешь, потому что не можешь ошибиться, ты будешь портить все. Вот, то есть, с одной стороны, мы восстановили рецепт 1973-го года. С другой стороны, мы ввели абсолютную новинку с ржаным вкусом в оборот. Совершенно новая вещь, да? 20 секунд, к сожалению. Да, то есть, и вот так мы будем двигаться дальше. То есть, мы будем делать новинки, мы будем как бы и удивлять людей, и заинтересовывать. Мы выйдем все-таки в привожении, выйдем. Я думаю, что мы увековечим Шнейдера. И я думаю, что все-таки мы, вот, кончится пандемия, мы, конечно, дорастем до фестиваля. Ну, вот где-то так. Ну, здорово. Спасибо за эти хорошие, позитивные новости. Илье Николаевичу, кстати, тоже хочется пожелать лично, да? Стойкости такой, да? Я передам. Принимать профессиональные, правильные, взвешенные решения, чтобы не происходило ни суетиться, ни впадать в крайности, а действительно так смотреть вперед с города поднятой головой. Уж простите за эту банальную фразу. Спасибо, Олай. Да, Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вечич». До встречи в следующий вторник, надеюсь. Да, да, я тоже надеюсь, все будет хорошо. Удачи.